Наталья Малегина – психолог, специалист по арт-терапии. Несколько раз в неделю она проводит индивидуальные и групповые занятия по правополушарному рисованию, или, как еще его называют, интуитивные. Дети, подростки, пенсионеры, люди от 7 до 70 лет рисуют, не задумываясь об академических правилах. Им не важны эскиз, композиция, передача теней. Вот если нас в школе живописи, допустим, учат рисовать классическим путем, вот здесь такое расстояние, вот здесь вы должны тень наложить, вот здесь вы должны соблюсти расстояние между предметами, то правое полушарие, оно работает немного не так. И когда, например, я говорю, давайте нарисуем небо и море, то у каждого человека в голове тут же всплывает образ неба и образ моря, причем у каждого свой. И вот этот образ человек правым полушарем видит целиком. Татьяне Хомяковой, 29, на занятия по правополушарному рисованию пришла впервые, технику освоила быстро. Главное соблюдать установку преподавателя, не зацикливаться на правильности и реалистичности, как говорится, дать волю чувствам и эмоциям. Пастель, акварель, акрил, гуашь рисовать можно всем. Наталья Ивановна советует гуашь. Она на водной основе быстро сохнет и дает упрощенное смешивание красок. Кисти плоские, обязательно полотенце. Кисти от краски в основном вытирают, вода почти не нужна. За основу берется фон из трех цветов. Я, например, беру желтую краску и делаю три капли. Раз, два, три. Любой можно краску брать, все равно. Потом я беру, допустим, бордовую. Раз, два, три. Я не мою кисточку, обрати внимание. Так, ну и, допустим, зеленую. Начинаем соединять цвета. У Татьяны фон получился темным. Педагог предложил и пейзаж «Ночной остров». Я, конечно, не ожидала, что так получится сама от себя. Для меня что-то новое. Последний раз я рисовала в школе, и, конечно, я в шоке. Мне очень нравится. Как говорит Наталья Малегина, первые работы получаются в основном темными. И чем дольше человек творит, тем спокойнее и светлее краски.